Ролик создан благодаря поддержке подписчиков сервиса Boosty и также Donation Alerts. Благодарю всех и каждого за вклад в общее дело. На Сириус Ментал Абричок. Если сможем, что, а с этим какие-то проблемы? Ну, как бы сказать. Планета Сириус защищена непробиваемым щитом. Непробиваемым даже для наших щитов. Тебе понадобится весь флот Альянса и могучие лужи, чтобы повечить щит. И где я все это возьму? Это Кронор. Большая луна, вращающаяся вокруг Сириус. На ней расположена база, которая совершает Сириус, и на которой содержат заключение. На этой базе томятся тысячи воинов Альянса. В холодном полушарии Кронора находится другая база, обслуживающая самую мощную пушку во Вселенной. Если вы найдете пушку, то вы сможете войск у тебя. Кронорий, вращающийся к Сириусу. Сэм, ты должен освободить воинов Альянса. Затем они захватят вражеские истребители и будут ждать тебя на орбите, пока ты не выстрелишь из пушки. Считайте, что все уже готово. Субтитры создавал DimaTorzok Затем они захватят вражеские истребители и будут ждать тебя на орбите, пока ты не выстрелишь из пушки. Шестой этап нашего прохождения. Планета... Черт, я... Планета Конор вроде, я забыл как называется, честно говоря. На которой расположены военные базы сил Ментала, на которых мы будем проводить не так много времени, но это будут одни из самых, на самом деле, лучших уровней, наверное, всей компании Крутого Сэма 2. И первый уровень из них это Зона 5100. Ну, отсылочки, я думаю, понятны. И Сэм вначале в стиле какого-то Терминатора первых двух фильмов появляется, прямо из такого шара и прям... Все по канону. Все круто. Да, на уровне-то есть три секрета. Он не такой большой по времени, но он достаточно крутой. Здесь, кстати, в катсцене были продемонстрированы какие-то компьютеры, что-то там еще. Но когда мы переносимся уже, понятно дело, в реальный геймплей, ничего этого, естественно, здесь нет. Что самое забавное, в начале игры, точнее, от того, как мы выходим из ангара, я вам рекомендую занять позицию на крыше ангара, потому что там, на мой взгляд, вести огонь по противнику веселее всего. Тем более, там находится наш первый официальный секрет. Секретная пушка. Всем узнаем сказочку об Орель Минхаузене, которого решили покатать на пушечном ядре. Но не будем о главном. Будем о грустном. То, что враги, к сожалению, закончились. К сожалению, закончились. Да, походу, боезапас сохранился с прошлого уровня. Хотя я помню, я пользовался и двустволкой, и чем-то там еще. Но гранаты точно перенеслись. Так что, скорее всего, частично боезапас опять переносится и на новый этап. Что немножко странно и немножко, как говорится, не в стиле предшествий. Те же самые, потому что там у нас этап начинался всегда с нуля. Также, вы видите, здесь замечательные красные ящики. И это означает лишь одно. Нам, наконец-то, дадут попользоваться минометом. Точнее, ну как, минометом? Ему по-разному называют люди. Миномет, гранатомет. Его оригинальное название я даже, честно сказать, уже и не вспомню. Но вы все понимаете, о чем я. Наконец-то, спустя, блин, 20, там почти уже 30 серий нам выдадут этот замечательный агрегат. На мой взгляд, кстати, наверное, одно из самых сильных оружий, в принципе, крутого Сэма. Если мы говорим, конечно, про предшествия. Первое и второе. Ну, вторую часть можно, конечно, отнести к предшествию, но как такое, типа, дополнение. Все, у меня, похоже, полный безопас. Также туда есть неофициальный такой вот динамитик. Вообще, этот ангар, он, как, по сути, такая мини-арена. То есть, он не обязательный, но его, в принципе, наверное, можно было бы отнести к мини-секрету. Вообще, уровень просто как мычание, но, блин, он такой крутой, на самом деле. Тут просто происходит резня стоя. Военная база, вы все знаете, что находится на военных базах. Это солдаты, это техника, куча патронов, понятное дело, боезапасы и так далее. Оружие. Много оружия. Ну, и, соответственно, там веселее всего. Что, в общем-то, и будем делать. Так. Вот он, замечательный этот агрегат. Но пока что выбрать не будем, потому что, по-моему, если его взять, то агрится следующая волна. Мы пока что не хотим этого делать. Мы пока вернемся назад. Снова возьмем патроны, которые тут у нас остались. Остались трещики, кстати, я, ну, не буду взрывать, но вы это, конечно же, можете сделать сами. И беда в том, что в них ничего, к сожалению, нет. Они тут просто поступают как декор. И, ну, их морозы можно поиспользовать как передвижение вот этих вот предметов. Хотя, не знаю, надо ли это вам вообще или нет. Вот этот вот бассейн с отходами или не знаю с чем, это наш следующий секрет. Мы видим, что там внутри что-то такое пробивается, что-то очень знакомое для нас. В общем, чтобы его опустошить, нам нужно повернуть вот эти два крана. Тогда вода, ну, такая радиоактивная, отступит. И мы увидим, что плавники, на самом деле, это не акулы плавающие в этой токсичной воде, а просто плавники. Которые, ну, видимо, когда-то были акулами, но теперь это просто плавники. И сам секрет, конечно же, секрет на здоровье. Дальше мы видим антиграф. И это наш третий секрет на этом уровне. И как только мы подойдем к этим воротам, они неожиданно закроются. И я раньше не мог никак понять, как этот секрет выполнить, как-то аккуратно подойти, там, как-то забежать. На самом деле, этот гнар, он является секьюрити гардом, видимо, этой стоянки. И если мы в него выстрелим, он отлетит назад. Но если мы его прямо убьем, хотя его моделька останется в этой будке, и она потом просто исчезнет, тогда этот секрет становится доступным. И как, наверное, на уровне «Зеленый долл». Хотя его оригинальное название, по-моему, было немножко не таким. Короче, по-моему, все эти антиграфы, этот уровень проходится, ну, просто на раз-два. Я вряд ли им буду пользоваться, потому что я, честно говоря, подустал проходить этот уровень на Сантиграла. Мне хочется прямо вот как вот по классике, вот, как старые, добрые, все это дело пройти. Я его на всякий случай оставлю здесь. Возможно, нам еще сегодня пригодится. Но по желанию, конечно, пользоваться не будем. Я сегодня хочу повеселиться с минометом. Прям вот от души. Да, наконец-то, блин, серьезное оружие. Да, кстати, у нас тут есть как бы дополнительный объектив на этой миссии, но он лично для меня какой-то абсурдный. Блин, как... Блин, как-то, блин, как-то, блин. Блин, как-то, блин, как-то, блин. Черт! Тратим их как только на самом деле можем. И насколько это позволяет игра. Этот толстяка бы на как-то забрать, наверное, по-хорошему. После получения, конечно, же новой жизни. Да! Черт, сегодня, видимо, не мой день. В стрельбе ядрами. Это определенно. Так. Давайте, наверное, сходим вангар по-быстрому. Заберем гранаты, которые у нас еще остались. Сколько у нас тут? Три ящика. 30 снарядов. Неплохо. Скажу так. Миномет, конечно, он же гранатомет. В этой игре немножко, скажем так, занерфлен. Потому что, ну... Я думаю, вы уже немножко и сами заметили. Его урон по области не такой прям серьезный, как... Черт. Черт! Как хотелось бы. Но, скажем так... В ответ он получил некий, наверное, даже и баф. Потому что его гранаты очень быстрые и прям... Да, они, слушай, меня сегодня достали. Ладно, все. Не будем ядраться садить на них. Какая-то кипушка секретная. И нам вручат ее, наверное, еще не скоро. Блин, это первый уровень, на котором сразу же вручают двустволку. Это просто максимально... Это максимальная крутость, которая возможна на этом уровне. Буквально вот... С этого момента я уже чувствую крутость этого уровня. Что пушка в секрете. Это прям... Это серьезное заявление. Так что... Даже несмотря на это, я все равно считаю, что миномет, наверное, в крутом СМИ-2... Все еще крутое оружие. И... Оно точно достойно уважения и внимания. По крайней мере, оно мне нравится точно больше, чем ракетница. Хотя ракетница, это такая прям... Не знаю, что ли, эталон стабильности. То ли... Как-то так это можно сказать. А, все. У нас, кажется, ядра, точнее, мины кончились в наших значках. Но... Они 100% есть в этом языке. Чем мы, естественно, и воспользуемся. Кстати, когда эта волна начинается... Ну... Только-только запускается. Сзади у нас еще спавнятся эти две турельки. Я, правда, не знаю, зачем они толком нужны, если честно. Потому что... Ну, как бы, есть секретный антиграф. Как бы, есть пушки. И, как бы, есть секреты. Все такое. И... Ну, давать... Стационарную пушку против... Активных гибридных против... Ну, как сказать, активных гибридных... Противник, который имеет и дальнюю, и ближнюю атаку. Такой, как Клира. И, как бы... Ну... Не знаю. Я... Не очень вижу в этом большой логики, если честно. Но, типа, ладно. Добавили и есть. Так. Кстати, да. Миномет наше будет основное оружие против вот сейчас этих... Злостных... Дистанционных турелек. Потому что, ну, с двусколки это все делать, это боль еще та. Ой. А вот... С миномета достаточно весело. Короче, непонятно мне, почему тут... Разробовщики сделали прям такой упор на эти сатанарные пушки. Я, конечно, все понимаю, что военная база все такое, но... Типа... Ладно. И вот последняя пушка, она всегда меня напрягала. Она вот спавнится почему-то вот там. И она абсолютно бесполезна. Когда мы находимся вот именно в этом месте. Но почему-то она каждый раз там спавнится и... Передвигаются по карте, поэтому... Шанс славить какой-нибудь рикошет себе в лицо обратно... Шанс достаточно велик. Поэтому будьте осторожны, как всегда, с использованием миномета. Я вас предупредил. Так же тут есть такие вот интерактивные спавн-клиров из вентиляции. Что-то мы где-то такое уже с вами видели. Если вы помните, конечно. Или не тупер. Но... Мы с вами знаем, что клир в этой части ни о чем. Это лишь жалкое подобие клира. Которые пытаются выглядеть как клир. Поэтому бояться их явно не стоит. Здесь, конечно, декор играют свою роль. Эти вот вышки и все это прочее. Иногда мины... Хорошо так врезаются в них. А еще бакадроиды катаются туда-сюда и прям... Как черти какие-то. Что тоже неприятно немножко. Кстати, прошу заметить, что орки здесь очень активно двигаются. Прям максимально активно. Видимо, ментал не очень доволен их работой. Поэтому выписал люлей. И они стали быть гораздо активнее. Вообще, на самом деле, поведение орков все очень сильно зависит от уровня, я заметил. Если же в начале игры, когда мы встречали орков, они и такие относительно более пассивные. Но встречались, допустим, на уровне Саду Урсу чисто стационарные тоже. Которые очень много стреляли, но при этом вообще не двигались. То здесь прям они и двигаются быстро, и стреляют многое. И прям вообще такие злые-злые. Так что да. В общем, все секреты у нас уже даны собраны. У нас уже 175 убийств. У нас есть, скажем так, три объектива для завершения этой миссии. То есть так просто пройти мы не сможем. У нас именно стоит объектив освободить пленних воинов Альянса. Они находятся вот в таких вот зонах. Это типа как, наверное, карцер местного, что ли, какой-то тюрьмы. Вот. И активируются они по нажатию вот на эту, типа, панель. Но на самом деле она просто нажать на эту дверь. Здесь у нас сидят пленные симбы. Но я, откровенно говоря, не понимаю смысла этого объектива. Потому что у него смысла на самом деле большого нету. Вот именно сюжетная, может быть, часть может быть и логична. То есть нам нужна помощь, чтобы освободить, захватить эти военные базы. Спасти пленных, которые нам помогут в штурме Сириуса. Окей. Это я понимаю. Но это все сделано так, что, ну, прям не могу. То есть мы заходим в эту тюрьму. Они радуются, что мы их освободили. Они, кстати, все желтые, типа, наракотственные. Или, может, их плохо кормят здесь. Наверное, да. Кстати, вот эти даже, походу, и не выбегают. Очень странно. По-моему, так быть не должно. Либо я что-то делаю не так, либо... Либо что-то сломалось. Короче, по-моему, должны быть какие-то дополнительные противники исправниться, когда я выхожу из этой убеги. И они, как бы, нападают и на Сэма, и на пленных Альянса. Так что... Походу, что-то сломалось. Возможно... Возможно, это не это место. Возможно, я путаю его. Но смысл-то в чем он? Смысл в том, что... Ой, я сейчас получу столько снарядов. Смысл в том, что этим... Пленным Альянса им просто некуда здесь убежать. Если же на старых уровнях, где там были какие-то зоны предусмотрены, какие-то... Возможности отхода их и так далее, то здесь они просто бегают по арене, где мы сражаемся, и они стабильно умирают от всех противников. Так что... Блин. Вот единственный способ, как их спасти, это вот либо тачку поставить, либо кровать вот... Вытащить в дверь, чтобы они не смогли выйти. Иначе их... Вот сейчас я покажу на примере вот этих вот чифановцев. Чифановцы. Что с ними произойдет? То есть вот мы освободили их, вышли. Опять ничего не происходит почему-то. Возможно, кстати, это из-за антиграва. Я точно не скажу, но возможно. Они просто стоят. Они ничего не делают, они просто стоят. Не, ну блин, я точно помню, что из этих льков вылезали потом клирую. Видимо, я что-то сломал. Но обжекте, кстати, выполнился. То есть собрать камеру 1, 2, 3. И теперь у нас задача проникнуть в туннель. Возможно, конечно, это не обязательно делать. Но я это делал всегда по вот этому освобождению пленных. Но я точно помню, что, по-моему, вот здесь спавнились враги, когда мы освобождали вот эту камеру. И точно вылезали крылья отсюда. Но, видимо, если это делать вот как-то вот так вот неправильно, с антигравом, походу, это все ломается. Вообще, то есть, с консами. И это грустно, кстати. Это реально грустно. Еще один баг в фортобусе, МИ-2. Да. Ну и финал-шка этой миссии. Это очень, на самом деле, такое неприятное место вот в этом туннеле. И я покажу вам, как его пройти частично с антиграва. Там, где-то ближе к концу, может, с своих пушек постреляем. Но здесь смысл в чем? Очень здесь много разноширостных противников было спавнится. Но в основном, конечно, данники. И вот такие комбинированные типы клиров. И когда вот мы находимся в одном узком коридоре, ну, это, скажем так, ну, такое себе. И если бы нам не выдали миномет, или тем более не было бы секретно пушки, то это место было бы очень сложно проходить. Да, у нас есть гранаты и все такое. Но гранаты и двустволка та же самая. Это, по сути, средство против одиночной сцели. Граната хоть есть и какой-то сплэш и все такое. Но, блин, здесь такая прям прорва. Вот я вот интеграл это. Вот просто я кнопку зажал, стреблю. И все, я ее не отпускаю. Они спавнятся и спавнятся. Просто без конца. Так что вот это место на Сириусе, конечно, оно, ну, сложно. Я вам хочу сказать. Но здесь должны, по-моему, выдать миниган. Да, по его окончанию. Поэтому радуемся и улыбаемся жизни. И, конечно же, сделаем сейв. Этого замечательного уровня. Он не сломанный, он не забагованный. Здесь можно спокойно сохраняться и перезагружаться. И, по-моему, как мы только, наверное, возьмем. Вот он, наверное, уровень уже и закончится. Да. Никакой катсцены, кстати, здесь не будет. Даже она будет уже на начале следующего уровня. Поэтому, ну, странно, конечно, и грустно, что у меня какие-то спауны по итогу не сработали. Но у меня, по-моему, есть где-то в истории стима скриншотов статистика прям нормальных спаунов. И сколько всего противников можно убить за этот уровень. По-моему, там немного, что-то 300, 290, ну, или не больше 300, это точно. Так что, если мы даже кого-то и пропустили, а мы пропустили, то этих врагов, на самом деле, не так уж и много. Ну, а вот такой вот был первый уровень шестого этапа военных баз стимментала. И на следующем уровне мы продолжим их захватывать и уничтожать очень-очень много противников. Следующий уровень там будет максимально весной. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, заглядите в описании. Там есть множество интересных ссылочек, и не только. Ну, и увидимся с вами уже в следующей серии. И вы проходите крутого СМН2 на крутой славности. Пока. Ну вот и все. Вы узнали правду? Советую проверить свою табуретку. Это может быть мой агент. Так как меня не хотят брать вылитку, я захвачу мир. Так что стрим пока. Пока у вас пара месяцев пока я соберусь с силам в живых останется только Уга. Он будет вечно стремить для меня. Ха-ха-ха-ха.